Казахстан Карлак Каждый знает, какой жестокой и трагической была история этого места. Карагандинский исправительно-трудовой лагерь некогда являлся частью ГУЛАГа. Он располагался на территории Карагандинской области, и его центром был выбран поселок Долинка, куда мы и направляемся съемочной группой на этот раз. Каково было выживать заключенным в жестоких условиях лагеря? Что помнят и как живут сегодня дети Карлага? Что заставляет их продолжать жить здесь, на земле, видевшей столько людского горя и потерь? Мы хотим рассказать историю Карлага из первых уст, из уст людей, которые стали свидетелями тех лет. Эта история будет о том, как люди оставались людьми благодаря молчаливой поддержке друг друга. Родители мои, Баранюк Дмитрий Иванович и Баранюк Пелагея Даниловна, были осуждены в 1949 году. В то время в Украине очень свирепствовала банда бандеровцы. Они по ночам приходили в семью. Ну а так как мой папа работал в сельмаге продавцом, естественно, они к нему приходили. Им надо было сигареты, им надо было водку, там еще кое-какие продукты. Вот и все. И потом оказалось, что они способствовали. Попробуй было, не дай. Значит, кто оказывал сопротивление им, так они их убирали. Расстреливали или на воротах вешали. Были такие, как их назвать, осведомители. Они ночью с этими бандеровцами, а днем докладывали всем этим НКВД. Этим осведомителем был родной брат папы моего. Почти всех родственников, которые всех арестовали. А он потом переехал в этот дом, в котором мы жили. Я сколько раз папе говорила, говорю, пап, а зачем, говорю, вот вы давали продукты там и там. Он говорит, а если бы мы не давали, мы бы сейчас с вами тут не сидели и не разговаривали. Где-то весной папу арестовали. Тут же следом, говорит, пришли и маму арестовали. Их осудили, им дали обоим по 10 лет. Я тетку уже, тетку и ее мужа, я их звала мама и папа. И когда это было в 56-м году, мама весной пришла. Я ее не помнила и не знала. Говорили, что у тебя есть папа и мама, что они у тебя в тюрьме. Я-то их не знала и не помнила. Мама, когда вышла, мама в колхоз пошла работать. И потом папа нас сюда забрал. Но ничего, выжили. Когда мы приехали в 56-м году, тут еще Карлах-то существовал. Конечно, люди тут такие сидели, грамотные. Я вот возьму, да, в этот барак к этим, к осужденным, вот, зайду. Кто конфетку, кто печенье, там, кто это, вот, ну, вот. Вот представляете, какое вот отношение и какие были люди. Сейчас вот, если бы ребенок, вот, это мне было 9 лет, если бы девочка зашла бы в барак, вы представляете, что бы с ней было? Я что-то, мне даже страшно представить. А тогда совсем другой контингент был. У каждого дома были семьи. Им же было тоже, вот, как-то, вот, отношение ко мне как к ребенку было, понимаете. И меня очень, и даже приглашали, даже, нет, приходи еще. А папа меня ругал, не разрешал. Я родилась в Долинке в 43-м году. И на свет меня принимали руки именно врачи, которые были именно осуждены по 58-й статье. И дальше вот вся жизнь была связана именно с заключенными, вот, именно по 58-й статье. Потому что две колонии были в Долинке, где были уголовники, рецидивисты. А люди, осужденные по 58-й статье, это были совершенно безвинные люди. Это были профессора, академики. Ну, мы все жили как-то одной семьей в Долинке, но никто никогда даже не думал, не говорил, что вот этот заключенный, это там еще чего-то. Папа мой знал, потому что он был старшим инспектором спецотдела. Все дела проходили через него. Работники спецотдела знали. Но это не говорилось, потому что это были уважаемые люди, это были учителя. Обучаясь в школе, нас знакомили с тем, что сюда были высланы со всего Советского Союза ученые, невинные певцы, артисты, затем преподаватели. Вот совершенно невинные люди, которые попали в Карлак, жили тоже в ужасно тяжелых условиях, их содержали там, очень много умирали. Даже не верится, что так могли поступать жестоко с людьми, которые находились там. Тем более, эти люди были все невинные. Невинными были и дети узниц. Однако их ждала страшная участь. Их забирали и отправляли в детский приемник. Недокормленные дети и лишенные детей отчаявшейся матери часто болели и умирали. Их хоронили здесь, на мамочкином кладбище. Это, наверное, самое печальное место в Долинке. Сохранились в селе и другие признаки времен Карлака. Например, нынешний музей был зданием управления лагерем. А уцелевшие дома бывших работников стали домом местным жителям. Эти дома строили заключенные. Потому что людей вольнонаемных не хватало. Они не могли вольнонаемные строить эти дома. Дома саманные. Саман дело изготавливали вдоль рек, по берегам. В основном строились, конечно, вот именно эта улица Долинская. Она называлась четвертой. В основном жили офицеры. Мы жили по другой улице, землянка была. Здесь вообще все были землянки, крыш не было. Вот эти дома строились с крышами. А там по тем улицам все были земляночки. Нигде не было ни заборчика, ничего. Все жили так. И жили так вот пятеро детей. Комнатка одна. И была перегорожена досками. И вот спаленка. Одна кровать, вторая и третья. Все. А мебели-то никакой же не было. Вот у нас был Долинский парк. Вот остатки ворот парка. Это чисто. Вот этот весь лес, это все деревья до единого были посажены осужденными. Вот карлак, вот здание. Какое оно было? Вот настоящий карлак. Настоящее здание управления. КОНЕЦ Судьба заключенных и большинства семей служащих тесно сплелась. Интеллигенцию, среди которой были специалисты из разных сфер, не сломил каторжный труд. Часть из них не только смогла выжить, но и после реабилитации стала примером для подрастающего поколения. Они передавали долинским детям свои знания, дали им образование и познакомились с искусством и наукой. Вот, знаете, все хорошее связано как-то у меня с Долинкой. И вот эта вот и любовь к книгам, и любовь к танцам, и к песням. В клубе заключенные выступали, спектакли шли, и мы на репетиции присутствовали всегда. Ну вот, все самое хорошее, самое лучшее. Я считаю себя, что я как состоялась и как человек. Влияние было людей, этих профессоров, академиков. Нам очень многое давали в школе. Все наши выпускники, все буквально, без исключения, поступали в высшее учебное заведение. Мы были воспитаны на настоящей интеллигенции, где к нам обращались на «вы» в школе. Ни разу не слышала ни одной жалобы, ни от кого, кто там что отбывал. Никто не говорил об этом. Никто не знал, кто у кого, где, за что сидят и как и что. Мне никто никогда не рассказывал, что вот про такие, про какие-то там, что над осужденными издевались. Это уже потом вот стали, вот начали рассказывать другие, вот что были вот такие, это, но... Папа вообще был немногословным. Он не жаловался, вот, что его тут ущемляли, что как-то это самое. Нет. И голод был, и вши были. Это не передать. Мы в это время очень голодали. Нас содержали люди. Я уже вам говорила, казахские семьи. И мама говорила, делились кусочком хлеба с нами, чтобы мы тоже выжили. Вот представьте, вот я наглядно пособие выжила в такое время. Одна немецкая узница, которая жила, которая находилась здесь. Эта история такая трогательная, что очень часто они голодали, их кормили плохо. И через какую-то дорогу жил, был аул небольшой, там жили казахские семьи. И вот родители посылали детей, чтобы через эти колючие провода кидали им курт. А они, значит, охранники говорили о том, что вот видите, как вас ненавидит народ, что вас камнями кидают. И когда женщины это видели, что в них летят эти камушки, они действительно думали так. Но это было не так. Случайно упала одна узница и почуяла запах молока. Попробовала, а это, оказывается, был казахский курт. И вот приходили дети иногда, кидали им этот курт, и они питались и выживали. Этапы приходили на станцию Карабас. Все начальники спецотделов приезжали и разбирали людей по отделениям. И вот папа один раз, он выловил, тоже дела просматривал. Ага, Украина, Житомирская область, тело Кашпировка. И смотрит, бабушка такая-то, такая-то. Срок убила мужа. Она была уголовница, не по 58-й статье. Но она была сельчанка, как бы его землячка. И он ее не отправил ни в какое отделение. Он поселил ее в землянке. И она была все время нашей бабушкой. Вы понимаете, нашей бабушке, она приходила каждый день. Она пекла пряники. Ну вот, добрее не было женщины. А видите, как мы так вот и жили всю жизнь. Выживали благодаря тому, что друг другу помогали. Помогали друг другу люди, не знаю, чьи друг друга, даже не знаю, чьи языка. Помогали друг другу и выживали. Это моя родина, Карлак. Я здесь родилась. Я родилась, конечно, если так вот посудить, я вышла здесь замуж. У меня дети были, у меня дети. У меня пятеро внуков, правнуков. Я нашла счастье свое там, где миллионы людей имели столько горя, столько людей погибло. А я здесь вот нашла свое счастье. Родители тут прожили всю жизнь. И родители здесь похоронены уже, естественно. Мне не хочется никуда уезжать. Как бы их хотя бы за могилами ухаживать. Это во-первых. Во-вторых, у меня вот нету такой ассоциации, чтобы тут какое-то вот было такое страшное. И вот мне Долинка нравится, и все. Вот и никуда я больше не хочу уезжать. Я здесь уже, считай, что состарилась. Тут у меня и внуки уже, и правнуки появились. А так что уже все. Долинка – это моя родина вторая. Все. Богу так было угодно, чтобы я выжила, наверное, так. Ведь было же такое время, что я, вот, когда меня брат выкрал с погреба, вот. И он мне же рассказывали, что, говорит, вот 100-граммовая стопка молока я в день только могла выпить. У меня уже такое было истощение. Я была на грани. Ну, ведь я, видите, выжила. Для меня это, на самом деле, гордость, что я выжила благодаря этим семьям. Вечно память им. Я когда говорю об этом, очень для меня это трогательно. Основное население Долинки – это старшее поколение. Молодежи здесь мало. Поскольку других вариантов работы здесь нет, большинство из них работает на шахтах и в тюрьмах, расположенных на месте прежнего исправительного трудового лагеря. Степь поросла травой, и снова светит солнце. Но все здесь помнит судьбы погибших узников. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok